Первый объект проверки – санаторий «Россиянка» на газоне, сорняки и амброзия. Нарушение. Представители санатория объяснили, участок им не принадлежит. Косить траву не будут. Пусть даже самим от амброзии плохо. Несколько минут убеждений, и мужчина сдался. Разум победил принципы – легче скосить, чем дышать аллергенами и при этом оплачивать штраф. Вашего забыла. Сделайте. В станице Анапской все газоны под присмотром хозяина. Главы округа Александра Кочергей работники не оставили амброзии шансов. Уничтожили кусты сорняков без предписаний и напоминаний. На следующем участке проверки закрытой стройки подведомственного военного объекта «Амброзия» выросла в пояс. Подкованный законодательной базой представитель парировал статьями. Это карантинный объект. Согласно 43-му приказу Минсихоза, я вас могу оштрафовать. Ну, давайте так. В настоящий момент уборка «Амброзии» уже ведется на первый день. Я пока не вижу. Ну, давайте пройдем, посмотрим. Ну, я вас не могу отпустить на объект. Знаете почему? Ну, что две причины есть. Первый, этот объект, он находится в ведомстве Министерства обороны. Да? И второе, это является стройкой. Стройка является объектом повышенной опасности. Чтобы попасть на стройку, вы должны были хотя бы пойти первичные вводные инструктажи, да? И иметь при себе элементарное средство инженерной защиты. Я вам могу предложить, например, письменно уведомить в нашем руководстве. В составе комиссии можно пойти, все поверить, посмотреть. О здоровье своем, работников стройки и соседей люди не задумываются. Некогда время уходит на дискуссии и пререкания с карантинным инспектором. В рамках постановления главы администрации муниципального образования города Курорт-Анапа по борьбе с карантинными сорняками, в том числе с амброзией, создана комиссия по борьбе. В составе комиссии входят начальники управления, сотрудники структурных подразделений администрации, также карантинный инспектор Алаева Валентина Валентиновна. Комиссия выезжает, определяет, где у нас скопление сорной растительности, выписываются предписания злостным нарушителям, выписываются протоколы, выписываются штрафы. Ежедневно проверяют газоны заброшенные участки стройки в городе и сельских населенных пунктах. Люди старшего поколения отмечают, так уже было в Анапе, и такая работа зарекомендовала себя эффективной. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион.